Музыка Нам с вами предстоит серьезный разговор Я посмотрел разные каналы Которые сейчас на ютубе присутствуют в интернете И понял такую вещь Народ кинулся делать деньги Не считаясь с тем, что он несет Где-то что-то услышал Ага, чистка печени Вот я вам очистку печени Рассказал и показал Я даже больше сделал, нежели написал в своих книгах Рассказал, как делать Что будет получаться Какие могут быть ошибки Варианты Ваши отзывы Все просмотрел Прокомментировал То есть отнесся к этому С пониманием И серьезным подходом А здесь Вот мне порекомендовали Говорит А вот на том там Канале Посмотрите Какие там Просмотры Какие там Чистки Значит За пять минут Сообщается Три чистки печени Первая Это с помощью С помощью отвара овса Вторая С помощью изюма Поешьте изюма И печень очистится Третья Используйте Расторубшу Все три варианта Кроме первого Очищения Овсом Это вообще-то Не чистка Что касается Овса Если Выпить За раз Там допустим Полтора литра В течение дня Там больше Меньше То Никакой чистки Не будет Этот Настой Овса Надо будет Попить Примерно Где-то Месяц Для того Чтоб Что-то Там Такое Существенное Произошло С печенью И организмом Почему Я не зря Вам сначала Показал Что из меня Выходило Смотреть Особо Не стали Люди Брязливые Я вас Понимаю Не все Хотят Досконально Разобраться В процессе Который Происходит В организме Вот А я хочу Разобраться Поэтому Для меня Все это Важно Так вот Ну Примерно Сравнить Допустим С Забитием Жиром Кухонной Трубы Вы Вы пытаетесь Очистить Очистительное Средство Может просто Напросто Ничего не Растворить Оно просто Там пройдет Вот Которая Там Дырочка Имеется И все Ничего Не растворит Если Печень Хорошенько Забита Особенно С возрастом Что происходит Она просто Напросто Этот Овес Отвар Овса Пропускать Через себя Не будет Поэтому Я и говорил Что надо Сделать Смягчение Организма Для того Чтобы Протоки Печени Открылось Сделать Текучие Желчи И так далее То есть Растворить То что там Имеется Сделать Текучим В печени Влезть В желчный Пузырь Чтобы сделать Желчи Которая В нем Имеется Текучие Вот эти Конгломераты Чтобы Как-то Их Растворить Вот как раз Применяются Вот эти Травки Которые Я использовал Пять травок Смотрите Видео А не задавайте Вопросы Какие травки Поэтому Эта чистка Вот За один раз Она Практически Ничего не даст Что касается Винограда Просто-напросто Вы можете Съесть Виноград Ну и что Он никак Особо не повлияет На печень Это не то средство Это средство Там Упитывающий Организм И наконец-таки Расторопша Расторопша Идет не за один раз Его надо Скушать Вот это вот Простота Простодуши Как Как Говорят И знаете Вот Возможно Идут На поводу У Такого Незатейливого Посетителя Канала И он Радуется О Я нашел Средство Я нашел Рецепт Сейчас я Значит Вот это Вот сделаю И все У меня Печень Очистится Печень Очистится Тогда Когда я вам Показал Что С нее Выйдет Вот когда вы Своими глазами Увидите Что у вас Выйдет Во время Очистки Тем Же Овсом Виноградом И Расторопшей Полный Унитаз Бяки Как Разный Вот Тогда Это будет Чистка А если Этого Нет Увы Это Наглая Брехня Я так Прямо И скажу И Такой Наглой Брехни Огромное Количество Далее Там Смотрю Микрофлора Вот У нас Микрофлора И Вот Если мы Что-то Будем Потреблять Специальное Там Допустим Вот Как Сейчас Продаются Там Различные Бифидобактерии И прочее То есть Можно Готовые Купить Можно Самостоятельно Сделать И Все Это Мы Будем Пить Там И Якобы Это Ведет К Нормализацию Микрофлоры Это Очередное Заблуждение Которое Так Широко Распространено Так Она Преподается И Вот 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 Кстати Опыт Сын Насмотрел С этой Рекламы Уже Взрослый Человек И Решил Значит Пить Актимель Вот Этой Бутылочке Вот Он Не знаю Сколько Там Недельки Там Наверное Полторы Две Попил И У него Началось Такое Расстройство Желудочно Кишечного Тракта Что Очень И Очень Серьезно Отразилось На Его Здоровье Так Вот Что Что Происходит С нашей Микрофлорой Кстати В тех Же Целительных Силах Я Не Писал Вот Какой-то Готовый Рецепт Вот Это Для Того Вот Это Для Это Вот Это Для Это Знаете Готово А Сначала Говоря О Пищеварении Я Сначала Рассказал Что Такое Система Пищеварения С позиции Современной Науки Далее Как она Работает И Только После Этого На основании Того На основании Значит Анатомии Физиологии И Работы Вот Этой Вот Микрофлоры Которая Ну Всего Что Имеется У нас В Пищеварительной Системе Начались Какие-то Рекомендации О том Как Пить Воду Что Есть Лучше Вначале Что Съесть Потом Только После Этого Когда Вот Такого Знания Нету И Вам Шуруют Все Что Угодно Получается Какая-то Фигня Как Вот Один Пишет Переходите На Сыроедение И Все Болячки Исчезнут Если Грубо 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 Говоря У нас Примерно Имеется Там Тысяча Микроорганизмов Обитающих В Желудочно-кишечной Тракте Это я просто Пример Вам Привожу Тысяча При При этом Когда Поступает Определенного Рода Пища На Эту Пищу Активным Становится Из Этой Тысячи Допустим Только 200 Микроорганизмов И Они Вырабатываются Усиленно Размножаются И Работают С этой Пищей Которую Мы Едим А Остальные Как Бы Находятся В Спящем Состоянии Меняется Пища Значит Микробы Которые Способны Ее Полноценно Разлагать Усваиваться Становятся Они Активны То есть Эти 200 Допустим Уже Не так Активны А Вот Эти Получают Предпочтение И Не Работают Меняется Питание Опять Таки То есть Она Зависит Не от Того Что Вы Допустим Заселили В себя Вот Как Советуется Ага Там Это Попей То Попей Вот А Если Вы Используете Такую Пищу Допустим Дрожжевую Которая Сама По себе Формирует Совершенно Иную Микрофлору У вас Толком Ничего Не будет Если Вы Используете Обилие Сладости Тоже Ничего У вас Не получится У вас Совсем Другая Хотя Вы Этих Там Бифидобактерий Там И Болгарской Палочки Там Хоть Сколько Угодно Туда Заливай Если Вы Питание Не Поменяли Толку Особого Не Будет И Все 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 Так Детски Объясняется И Какие-то Чудодейственные Вещи Какие-то Такие Заставки Знаете Как В Детском Журнале Раньше Был журнал Такой Мурзинка И Вот там Шрифт Красочный Большой Вот Позвольте Для того Чтобы Что-то Узнать А тем более Это касается Нашего Здоровья Над этим Надо потрудиться Это Информацию Надо Одно дело Добыть Ее Другое дело Почитать Вдуматься Усвоить И потом Применять И поэтому Исходя Из всего Вот этого Многообразия Я Много Чем Занимался Ну Вот И практика Показывает Ваша Естественно И моя И так сказать Вот Взять Население В целом Вегетарианцев Очень мало Сыроедов Еще меньше Ну там Голодает Тоже Мало Если Говорят О Дурачок Какой-то Там Голодает Вот Спор Там Еще Там Ага Там Качается Ну Тоже Не все Тяжело Там Покачался Да Вросил То есть Здоровый Образ жизни Подразумевает Под собой Такое Ведение Жизни Чтобы Вот эти Все Здоровительные Мероприятия Были Были Не В Тягость Если Они Вам Становятся В Тягость Вы Там Ищите Вот Эту Сыру Пищу Если Вам Надо Специально Там Приготовить Я Завел На 15 Минут Ну Еще Немножко Поговорю То Ничего Толком Не Будет Поэтому Я Стараюсь Смотрите Как Действовать Я В первую Очередь Я Стараюсь Использовать Ту Информацию Которую На практике Кто-то Уже Проверил И Преподнес То есть На практике Раз Вторая Это На Большом Экспериментальном Материале То есть Там Уже Есть Статистика Ну Естественно Как бы Сказать Здравый Смысл Должен Присутствовать Если Этого Нету Кто-то Так Говорит Кто-то Так Говорит Кто-то Еще Что-то Говорит Вот Так Вот Вот Так Вот А Тем Более Бум Говорит Люди Сейчас Просто Хотят Тупо Заработать На Ютубе Поэтому Я Смотрю Делаются Различные Фильмяшки Лишь Бы Захватить Ваше Внимание А Там Допустим Какие-то Необыкновенные Вещи Штуки Там Выкладываются Какие-то Там Допустим Грубо говоря Три боя Которые Надо Увидеть В боксе И Там Целая Серия Этих Штук 40 Если Не Больше Три боя Которые Надо Увидеть И Так Эти Все Три Боя В Разной Виде Идут В течение Допустим 40 Серий И Т.д. И Т.п. Не Будьте Наивными Не Не Полагайтесь На Какую-то Легкость Которую Вам Обещают На Какой-то Чудодейственный Рецепт Это Все-таки Вдумчивая Кропотливая Работа Причем Важно Так Делать Чтоб Она Вам Была Не в Тягости Вот Об Этому Я Вам Рассказываю Рассказываю Более-менее Подробно Еще Подробнее Можете Прочитать Если Вы Не Любите Читать Как Мне Сказали Это Уже Старый Тот Век Когда Люди Читали Тогда Информация Она Не Входит И Любой Человек Вам Может Что-то Там Такое Наговорить Тем Более Когда Не Учитывается Вы Не Знаете Своей Индивидуальной Конституции Своих Особенностей Пищеварительной Системы Потому Что Люди Которые Успешно Перешли Допустим На Вегетарианство И Сыроедение У них Совершенно Иная Пищеварительная Система У них Вообще Сознание Другое И Вы С Иной Пищеварительной Системой С Иным Настроем Сознания Хотите Как бы Повторить Их Вещи Когда Вы Не Подходите Не Зря Народная Мудрость Понимаете Создала Кухню Того Региона В котором Живет Народ Допустим В Ростове Это Одна Кухня В Воронеже Это Другая Кухня В Московской Области Это Третья Кухня В Мурманске Это Четвертая Кухня В Якутии Это Пятая Кухня На Дальнем Востоке Это Штая Кухня И И там Вроде Вроде Вот Это Тысяча Микроорганизмов Которые Составляют Нашу Микрофлору Вот Работают Одни Работают В Ростовской Области На Борще В Московской Области Несколько Работают Другие На Щах В Астрахани Совсеменные Работают На Ухе В Архангельске Работают Совершенно Другие Хотя Там Эти Есть Допустим Грубо говоря В Абхазии Третья Работает В Грузии Четвертая Работает Национальная Кухня В Якутии Совершенно Иные Работают Ферменты И когда Будем Говорить Якутам Предлагается Сыроедение Виатарианство Да они Там Сразу же Помрут В течении Первых Двух Трех Месяцев Ну Соображайте Своей Головой Не Ведитесь На Вот Эту Легкость На Вот Эти Вбросы Как говорится Вот Такое Название Которое Хочется За Названием Пустота И Брехня Так Ладно Пускай Пустота И Брехня Но Человек Начинает Делать И Портить Себе Здоровье Вот Что Еще Присутствует Поэтому Мой канал Это Канал Для Серьезных Людей Которые Хотят Действительно Оздоровления Хотят Действительно Какого-то Самосовершенствования Роста Личности Если Вы На Рецепты Кстати Я могу Конечно Рецепты Просто Для того Чтобы Тупо Зарабатывать На этом Вот Такой Рецепт Вот Такой Рецепт Вот Такой Можно Конечно И Рецепты Но Это Не То Понимаете Это Не То Важно Читать Важно Любить Знания Вот Тогда Будет Получаться А Так Вот Болтаться По Ютубу По Интернету И Шибать Разного Рода Все Эти Вещи Ну Не Будет Толку Ну Просто Не Будет И Его Нету Заходите Сюда Читайте Смотрите И Не Просто То Что Я Последнее Выставил А То Что До Этого Выставлено 1200 Видео Хотя Без Ключевых Слов Но Зато Там Есть Информация Которая Полезная Которая Работает Ну Все На Этому Заканчиваем Канал Чувствуешь Пользу Звони В колокола Став Лайки